А женщина говорит, да, это важно, но вот это ты неправильно сказал. А что именно неправильно в этом, я сказал, что неправильно? Неважно, но это неправильно. И потом, как по факту, оказывается действительно неправильно. Но почему неправильно, она не может сказать. Она знает, что это неправильно все. Но женщина воспринимает мир сердцем. Она может, конечно, по-своему объяснить, но не всегда это объяснение в тему. Но она знает, что неправильно. Поэтому женщине очень трудно общаться с мужем, она знает, что он неправильно, а объяснить не может. Он, так как мужчина объясняет лучше, у него знание, энергия развита, знание лучше, он начинает ей как бы с точки зрения банальной эрудиции, то есть начинает ее разводить на логике, то есть начинает ей как бы втулять что-то, объяснять. Она его слушает внимательно и говорит, все равно неправильно. Ну то есть как бы, ее логика это неинтересно, потому что она сердцем живет, женщина, она сердцем живет. Ее логика вообще неинтересна, и поэтому с женщиной надо общаться на ее языке, на языке сердца. Допустим, ее как спрашивать после лекции, она говорит, лекция понравилась? Да, и мне понравилось. А дальше тему не надо развивать. Допустим, женщине можно сказать, мы будем теперь так жить. Да. А дальше не надо развивать тему, потому что как так жить, она уже сама потом решит. Но допустим, не сможет рано встать, допустим, утром. И так как она как бы, она почувствительна по природе, ей очень трудно как бы сознаться себе в том, что вот, ну трудно как бы принять, что я плохая, что я рано не встаю. Она скажет, мы будем так жить, но вставать будем не рано. Ну так будем жить, как сказал Олег Геннадьевич, но вставать рано не будем. Понимаете? Ну то есть, как бы, вот так вот. Но мужчине это нелогично. Он говорит, ну как я тут сказал, вот так, значит надо рано вставать. Нелогично как бы, понимаете? То есть, идея в чем заключается, что я хочу до вас донести, что природа у мужчины и женщины абсолютно разная, противоположная. И соответственно, черты характера тоже противоположные. Допустим, ответственность у женщины, женщина ответственная, допустим, там она работу делает как надо, там все выполняет как надо. Ответственная такая женщина в жизни. Зарплату хорошую получает. Это хорошая черта характера для женщины или нет? Вед говорит, нет. Женщина должна быть ответственной в женском. То есть, дома прибраться, приготовить все. Видите, женщины сразу напряглись. Али, Геннадьевич. Ну вот всегда, то что касается тебя, это всегда трудно. Понимаете? Вот точно так же мужчине трудно на работе быть ответственным. Допустим, является ли правильно развитым мужчина, который как бы дома все приготовит, там берет, помоет, все классно, как бы на работу идти не хочет. Правильно это для мужчины или нет? Нет. Так же для женщины наоборот. Если она как бы круто работает, все там в обществе, у ней все схвачено, дома она теплое, ласковое слово сказать не может. Она считается неправильно развитой. Это плохая черта характера. Теперь смотрите. Интересно знать, что вот эта вот у женщины устремленность к тому, чтобы на работе все было хорошо, а дома как бы менять сил нет. Это то же самое, что у мужчины, дома все будет хорошо, а на работе у меня сил нет. Это то же самое, это одно и то же. Вот понять это, ну понять чувствами невозможно. Это надо просто принять. Понимаете? Это одно и то же. Допустим, смотрите, гневливость у мужчины и обидчивость у женщины, это одно и то же. Допустим, если женщина рождается мужчиной в следующей жизни, она очень обидчивая по природе, то в следующей жизни она становится грубой и гневливой в мужском теле. В женском теле она обидчивая, и она говорит, обидчивая это хорошо, а грубость это плохо, она допустим говорит. В этом случае она заблуждается, потому что это одно и то же. Понимаете, как хитро все устроено? Теперь у меня к вам вопрос, а можно ли увидеть свои недостатки в глазах мужа? То есть, вот в лице мужа, вот муж как бы, вот мой муж, можно ли увидеть свои недостатки мужа? Какой ответ? Как это сделать? Да, с позиции разума это можно сделать, первый вариант. Второй вариант. Это с позиции разума, да. Правильно. Страшная позиция такая. Вот меня одна женщина спросила, Олег Геннадьевич, пожалуйста, скажите мне, какой бы я была, если бы я была мужчиной? Я говорю, вы уверены, что вы хотите об этом знать? Она говорит, да. Я говорю, приготовьтесь к неожиданному ответу. Она такая, уже напряглась такая. Я говорю, такой же вы будете, как ваш муж. Она такая. Был шок. Точно такой же, как муж. Представляете? Может чуть другой? Нет, точно такой же. Имеется в виду его отношение к вам. Потому что некоторые люди замечают, когда по нескольку браков, они замечают, что человек в следующем браке ведет себя совсем иначе, чем в этом. Он другим как будто бы становится, как будто его поменяли. А это на самом деле не человек и ведет себя. Мы играем в чужие игры в этом мире, понимаете? Мы ведем себя так, как положено вести моим близкому человеку. И он меня воспринимает вот таким человеком, хотя я чувствую, что я немножко другой. Понимаете? Или нет? И это значит, что вот каким ты мужа как бы воспринимаешь, такой ты будешь и таким мужчиной ты можешь стать в следующей жизни. С этой точки зрения нет смысла обсуждать, кто лучше и кто хуже. Понимаете? Это бесполезное занятие. Пустая трата времени. Это колоссальное такое знание. Если человек осознал его, то сначала тяжело жить становится, а потом легко. Потому что небо не в чем обвинять человека. Не в чем обвинять. В чем интересно знать, что мужчины, они изначально принимают на себя страдания всей семьи. Вот само собой, как бы в их психике скапливается карма. Жены, детей, то есть берут груз жизни на себя, на тонком плане. А женщина берет на себя изначально чистоту семьи или ее совесть. То есть женщина, она отвечает за чистоту. Семья это так устроено в этом мире. То есть она чувствует, когда правильно, когда неправильно мы идем в жизни. Она берет на себя это изначально. А мужчина, он изначально берет на себя тяжесть жизни в семье. В нем эта тяжесть скапливается. Ну допустим, муж начал спиваться. Это значит, что он тяжесть жизни не выдерживает. Или допустим, женщина начала в истерике входить. То есть она плачет все время. Это означает, что она не выдерживает возможность сохранить чистоту в семье. Понимаете? Интересно знать, что когда женщина не выдерживает возможность сохранить чистоту, то муж спивается. Если женщина содержит чисто семью в атмосфере чистоты, в духовной атмосфере, то означает, что муж не сыпьется, потому что у него совесть снаружи. Совесть это энергия женская, женская природа. То есть если женщина позволила, что в доме нет Бога, нет алтаря, а эта женщина не присуща с жизни, с рождения, она чувствует, что нужна духовность. Она позволила, что в доме нет алтаря, нет молитвы, в доме нет святости. Значит тогда тяжесть жизни скапливается на мужа. Что получается? Ломается и спивается. Кто страдает от этого? Все страдают. Теперь мужчина должен стремиться к борьбе за свою судьбу. Он должен не ленивую жизнь вести, а аскетичную. Если мужчина не совершает аскезы, тяжесть жизни семьи не преодолевает через аскезу внутреннюю, то тогда в результате женщина теряет чистоту, потому что она находится в постоянном беспокойстве. Когда в семье жизнь тяжелая становится, у женщины мутится разумом. Она не может чисто воспринимать события, она начинает паниковать. Видите, все завязано. То есть если женщина не ведет чистую жизнь, мужчина не может нести свой груз. Если мужчина не несет свой груз, женщина не может вести чистую жизнь. Все завязано и все как бы идет куда? Туда, куда мы его направили. Потому что, поймите такую вещь, что есть два способа жить в этом мире. Да, мы не описали мужскую природу. Мужчина по природе, он стремится к развитию. Стремится к победам, к достижениям. У него твердый характер. Это означает, что психика устойчивая. Она неподвижная. Она стоит на месте. То есть у мужчины психика стоит на месте, у женщины двигается постоянно. У мужчины есть возможность сосредоточиться и достигнуть своего. У женщины нет такой возможности. Женщина стремится к стабильности. Мужчина стремится к изменениям. Мужчина меняется в лучшую. Женщина остается такой, какой была. Поэтому Бог женщине дал чистоту от природы. Ей не надо ничего улучшать. Ей надо сохранить себя. Женщина сохраняет себя. Мужчина меняет себя. Мужчина должен спать на твердом, жить аскетичной жизнью, обливаться холодной водой, победить себе желание наслаждаться женщиной. Он должен стремиться к знанию, означать к Богу. Он должен заниматься духовной практикой. Он должен победить себе вредные привычки. Он должен победить себе стремление к ленивой жизни. Он должен постоянно трудиться. Женщина должна трудиться над чистотой жизни. А мужчина должен трудиться над жизнью. То есть он должен побеждать жизнь. Должен работать в трех направлениях. Он должен добывать средства на жизнь. Это второе направление, первое направление. Он должен очистить свое существование, победить в себе незнание, суд и душа. То есть он должен духовной практикой заниматься. Это самое первое, что он должен в жизни. На втором месте его долг перед семьей. Это труд, работа, чтобы семья занимала устойчивое положение. И третий долг, это сделать так, чтобы жена была счастливой. И семья была счастливой. Дети были счастливыми. Это означает оставить свою мужскую природу и вступить в гармонию с женщиной. Смотрите, то есть с одной стороны мужчина должен побеждать. Это означает волевые усилия и жесткость, такой внутренний жесткий стиль. Но в отношениях с женой надо быть очень мягким при этом. Не жестким таким же, стоять, молчать. Говорит нежно со мной. Ну то есть, все наоборот. То есть это третий долг мужчины. Смотрите, первый долг, он занимается духовной практикой, очищает свое существование. Второй долг, он зарабатывает на семью, потом приходит домой и выполняет третий долг. В семье ведет себя как ягненок. То есть он очень нежно, мягко разговаривает, общается, как будто бы в нем нет вот этого всего силы, устойчивости, устремленности. Интересно знать, что если мужчина не выполняет первый долг, то есть не стремится к духовной жизни, то в результате он не развивается как личность. Он не может занять более высокое положение в обществе. Каким ты был, таким ты и остался. Это означает, что духовно не развивается человек. Каким был, таким и остался. Ничего не меняется. А как можно помочь? А? А как можно помочь, иначе развиваться? Вот это правильно, женский вопрос. Как помочь? Потому что женщина, веда называет женщину шакти. Шакти означает энергия или способность помочь. А мужчина называет куруша, то есть это тот, кто сам должен меняться. Кому надо помочь? Поэтому для женщины духовная жизнь означает молитва за то, чтобы помочь. А мужчине духовная жизнь означает молитва за то, чтобы сделать. Но каждый должен своим делом заниматься. Женщина должна молиться, чтобы у мужчины все поменялось в жизни. И в этом она отношения с Богом строит таким образом. Но если она это делает для себя, чтобы мне лучше было жить, тогда у нее ничего не получится. Но сам вопрос задан для себя. Я как-то одну женщину спросил, она говорит, ну зачем вы хотите, чтобы муж не пил? Она говорит, ну как зачем, чтобы мы нормально жили. Так это означает для себя. Я говорю, а вам-то интересно вообще, кто он такой вообще, что он за человек? Почему он пьет? Ну потому что ему хочется, поэтому он пьет. Не факт, моя хорошая, не факт. Видите, когда человек эгоистически настроен, женщина хочет счастливой жизни. И поэтому она молится за мужа, что он не пил. Ничего не получится. Молитва, направленная в сторону эгоизма, не работает. Потому что Бог не имеет эгоизма. Ему не интересна такая молитва. Ему интересны бескорыстные отношения. Поэтому надо изучать, что такое жизнь. Веда объясняет, что есть два направления жизни. Одно направление – это иллюзия. Когда человек живет теми идеями, мечтами, которые не приводят его ни к чему вообще в жизни. Просто пустая жизнь. Пустая жизнь. Как протекает пустая жизнь? Человек живет тем, что показывает ему мир. Вот мир показал ему, допустим, на работу надо устроиться, и он этим живет. Мир показал ему, дом надо купить, и он этим живет. Ребенка надо воспитать, и он этим живет. Это называется пустая жизнь в иллюзии. Знаете почему? Знаете почему пустая? Потому что, если бы мы вот взяли просто и не думали об этом, то было бы то же самое. Приходит время – рождается ребенок. Приходит время – строится дом. Приходит время – человек идет на работу. Приходит время – он помирает. Ну, тело помирает. Все. Ради чего живем-то? Ради того, что уже делается само собой. Веды говорят, что это делают силы природы все эти вещи. Человек не может раньше времени заработать больше денег. Приходит время – он зарабатывает. Не приходит – не зарабатывает. Невозможно. Желание заработать больше денег не увеличивает количество денег. Как некоторые думают, я хочу больше заработать, значит, будешь больше денег. Нет, это не работает в системе так. Потому что больше денег становится от благочестия человека. Теперь что такое благочестие? У нас внутри есть хорошая судьба, есть плохая судьба. Как действует хорошая судьба? Хорошая судьба, она соткана из поступков бескорыстных. Допустим, я хочу добро творить людям. У меня увеличивается благочестие, значит, судьба для меня творит добро. Я хочу что-то делать для себя, то судьба, мое благочестие тратится от этого, и способность иметь становится меньше. Теперь вы скажете, но по факту-то происходит все наоборот. Если человек стремится к деньгам, он становится богатым. А если человек не стремится к ним, то тогда он и становится богатым. Так? Вот смотрите, интересно знать, что есть природа человека, допустим, природа человека зарабатывать деньги. Это его природа. Он там в этой сфере живет. Там просто протекает его жизнь. Это одно. Но если в этой сфере он очень сильно устремлен к деньгам, он не может от них оторваться. Он слепнет от них. Вот представьте, человек очень сильно хочет денег. И ему показывают бумажку. И он как осел за ней идет. Он заработает, нет? Его самый простецкий бизнесмен обдурит. И он потеряет все. Почему? Потому что он сильно хочет заработать. Вот интересно знать, что когда бизнесмен действует по своей природе, он трудится, но цели у него благородные в сердце. Это дает возможность не привязываться к деньгам. Означает, он трезво заключает сделки. У него четкое понимание, с кем заключает, с кем нет. Но если у него картинка сильно заплыла, вот желанием иметь деньги, все рушится тогда в его жизни. Видите, стремление чрезмерное к деньгам делает человека нищим. Если вы хотите посмотреть, кто больше всего хочет денег, идите на улицу и посмотрите. Люди, которые на улице стоят вот так вот рукутянок, они больше всего хотят денег в жизни. И они поэтому меньше всего их имеют. Поэтому смотрите, веды утверждают такое правило, что счастье человека материальное зависит от благочестия. Благочестие человек получает в результате бескорыстных дел. Поэтому для того, чтобы иметь счастье, надо от него отвлечься по факту. Веды говорят, что счастлив тот, кто забыл про свое счастье. Допустим, девушка хочет замуж. Она думает постоянно о том, что я хочу замуж. В результате она красивее становится или нет? Нет. Лицо сохнет. Хочет замуж. Ну, то есть, видите, чем больше хочешь замуж, тем меньше шансов. Опять же, если хочешь сильно замуж, кто-то встретился, быстрее с ним в постель. Почему? Чтобы не потерять. А как раз все наоборот. Если с мужчиной прыгнуть в постель быстрее, ты ему неинтересно становишься. Он тебе пинкает и до свидания. Для того, чтобы выйти замуж, надо отстраняться от мужчин. А для того, чтобы не выйти, надо быть поближе к ним. Видите, все наоборот действует. И поэтому все объекты этого мира, веды объясняют, они имеют одну и ту же природу. Чем больше ты к ним привязываешься, тем больше они тебе приносят страданий. У меня есть один знакомый, он очень сильно хочет жить на природе. И у него есть квартира. И он ко мне подходит и говорит, когда мне можно начать строить свой дом на природе. Я говорю, успокойся, развейся немножко там, устойчиво живи, чтобы зарплата была нормальная. Постепенно у тебя, когда средства будут, ты постепенно начнешь строиться. А вот средства с этой квартиры потом тебе в конце помогут. Он не послушал меня, взял, быстро продал все, начал строить, не рассчитал деньги и ничего не построил. Без крыши жить невозможно. В доме без крыши жить невозможно. Так? Тем более там отделки нет, ничего нет. Просто, ну, говорит, не рассчитал. Так ты, понятно, что ты не рассчитал, ты никогда не рассчитаешь. Потому что ты слишком быстро захотел. Причина заключается в том, что человек должен жить для другого. Вот все, что происходит в нашем мире, показывает нам, что цель жизни другая. Смотрите, Веда объясняет. Если человек бежит за счастьем, счастье от него убегает. Если человек счастье дает другим, оно за ним идет. Допустим, смотрите, Золушка, да? Мультфеев, вот эта сказка Золушка. Она всегда служила всем. Хорошая девочка. Но ее же мучили, эксплуатировали все. Сдевались над ней. Она такая улыбалась, служила всем. Ну, так Золушка себя вела. То есть она о всех заботилась, любила всех. Какой результат? Какой результат? Вышла за принца. Хорошо, вы скажете, что это сказка, Алик Геннадьевич. Давайте проверим, сказка или нет. Вот, допустим, у вас фирма, да? Вы хотите себе сотрудника, который всем будет служить, о всех заботиться, о себе не думать? Хотите такого сотрудника? Или нет? Кто не хочет, поднимите. А, хорошо. Второй вопрос. Хотите вот такого, чтобы он пришел на понтах к вам? У меня три образования, давайте мне зарплату. Я сейчас вам покажу, как надо работать. Такого хотите, нет? А какие приходят? Ну, какие мы, такие приходят. Закон кармы же мы с вами обсуждаем, так? А ко мне вот такие, как Вячеслав, приходят. И другие тоже приходят. Но это означает, что у меня там тоже что-то есть. Я с этим разбираюсь. С этим вопросом. Итак, смотрите. Я к чему вам пытаюсь что объяснить? Что самое высшее, что существует в нашей жизни, и самое главное, это духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Это жизнь, которая отстранена от этих всех целей. Хочу замуж. Хорошо, расслабься. Начни заниматься духовной практикой. Почему? Потому что ты начнешь ей заниматься, и ты получишь себе по судьбе хорошего мужа. Когда получишь? Когда придет время. А может быть и раньше. Если будет милость на то высших сил. Печально как-то, Олег Геннадьевич. Вот так вот здесь ничего не сделаешь? А хочется чего-нибудь такого, земного, земного, да? То есть желания одни у нас в жизни, а жизнь по факту совсем другая. То есть что такое внутренняя жизнь? У нас сколько осталось до конца лекции? А? Полчаса. Вот пора об этом поговорить. Смотрите. Личная жизнь означает очень глубокие отношения. Очень глубокие отношения. Эти глубокие отношения, они ближе всего к душе. Так? Ближе всего к душе. Любовь – это самое главное свойство души. Самое главное свойство души. Поэтому личная жизнь или близкие отношения, они очень труднодостижимы в атмосфере, в которой их попирают с помощью того, чтобы их схватить. Допустим, жена подходит и говорит, разговаривай со мной нежнее. Это любовь, с одной стороны, да? Но так как это близкие отношения, они попираются эгоизмом в этом случае. Поэтому это невозможно. Почему? Потому что любовь возможна только в атмосфере, в которой никто никого ничего не просит. Понимаете? Нет требований. Требований нет никаких. А тебе же хочется, вот женщина, она хочет любви. Она ради этого родилась. Она уже получила мужа. Вот он уже, как бы, уже, вот твой уже, все. Сейчас будет любовь. А он, гад, такой нежный, не разговаривает. И единственное, что нужно попросить просто его смиренно. Разговаривай со мной нежнее. А он еще и хуже разговаривает. Потому что любовь не возникает от того, что мы ее требуем. По факту, смотрите, любовь – это просто энергия. Любовь – это результат служения. Вот, смотрите, есть энергия служения. Когда она включается, то увеличивается любовь. Причем сначала она увеличивается на внутреннем плане. Что такое внутренний план? Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. То есть, снаружи что происходит там? Увезу вас дальний край, шалаше мне с вами рай. Ну, то есть, смотрите, внутренний план означает, чтобы снаружи не было там шалаш, там, или дождик проливной, или гроза, там, или квартиры нет. А внутренний план хороший, то есть, люди чувствуют счастье друг с другом. Это внутренний план называется. Но вот то, что я сейчас спел, это внутренний план, который от человека не зависит. Веды говорят, что у нас внутри, в сердце, есть высшая истина. Веды называют ее личностью. Как бы ее представительство в сердце, то есть, вот этот шарик, в котором душа находится, сзади нее находится личность Бога. Личность, это личность. То есть, личностные отношения, которые мы хотим строить с людьми, с остальными, они возможны только в одном случае. Если мы поймем, что такое энергия личностная. Эта энергия, она имеет самую тонкую и глубокую духовную природу. Именно эта энергия, она дает настоящее и глубокое счастье. Но мы по факту очень личностно относимся только к себе самому. А другие для нас, это просто объекты удовлетворения наших потребностей. И все, другие люди. Это так, на самом деле, вот есть. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я не такая. Ну, а какая ты? Что ты прям сильно понимаешь потребности мужа? Допустим, он приходит с работы. Ты думаешь о том, что он устал? Ты думаешь о том, что он задержался на работе? Как такой? Должен прийти был раньше, а пришел позже. Вот это то, что по факту происходит. Или мужчина думает, а я жену свою понимаю. Ну, хорошо, если ты ее понимаешь, тогда оставь ее в покое. Не воспитывай ее. Что женщину воспитать невозможно. Она не меняется. Смотрите, у мужчины, у него внутри стержень какой. Соткан из энергии знаний, то есть постоянные перемены. Он лучше становится, мужчина, он меняется. А снаружи он, как дерево твердый. Внешне он, кажется, не меняется. А внутри он меняется. И приходит время, муж становится лучше. У него как бы меняется характер. Женщина не меняется. Она вот такая была, такая осталась. Она может чище стать. Отчиститься. Но она вот, ее природа остается такой же. Поэтому женщину, мужчину любят воспитывать. Воспитывать-то себя надо. Потому что ты же меняешься. Вот и воспитывай себя. А женщину надо принять. Ее не надо воспитывать. Мужчине тяжелее всего принять. Потому что это не мужское свойство принимать. Женщина может принять. Это женская энергия принимать. Но мужчине надо жену принять. Как ни странно. Видите? Отношения состоят из противоположностей. Они невыносимы. Отношения между мужчиной и женщиной. Для эгоистичной жизни они невыносимы. Поэтому, если человек хочет жить для себя в семейной жизни, он просто убивает свою судьбу. Они невыносимы. Потому что женщина, когда живет для себя, она что делает? Она не отдает любовь, а пользуется ей. Она требует любви от мужа. А у нее нет любви. У мужчин нет любви. Женщина. У мужчин нет любви. Понимаете? Тю-тю. знания. Вот то, чего не хочется. Вот женщина не хочет, чтобы ее воспитывали вообще. Вот это есть у мужчин только и все, больше ничего нет. Они могут научить. Любви у них нет. Но если женщина служит мужу, она наполняет его энергией любви, так как мужчина сердце благодарное, потому что оно нуждается в любви. Мужчина женится, потому что нуждается в любви. Она сразу же отдает мужское сердце столько, сколько женщина в служении отдала. Но когда мужчина, женщина требует любви от мужа, она тянет жилы из него. У него нет любви, она высасывает из него все. Он звереет просто. Начинает ее бить, мучить, орать на нее. Почему? Потому что он звереет. Она от него хочет того, чего у нее нет. Теперь у женщин нет знания. Мужчины, у женщин нет знания. Нету тю-тю. Это значит, что бесполезно от них что-либо требовать. И что такая дура? Она женщина. Не есть любовь, нет знания. Менять бесполезно. Ты что, и такой будешь истеричный всю жизнь? Совершенно верно. Если ты будешь всю жизнь требовать, чтобы она изменилась, она всю жизнь будет тебя мучить, тебя мучить. Если ты перестанешь ее менять, она будет дарить тебе любовь. Какую любовь? Такую, какая она у нее есть. Ту любовь, которая у нее есть. Вот какая у нее есть любовь, такая будет давать. Все. И это хорошо. Если ты перестанешь ее мучить, обучать. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Эгоистическая жизнь никогда не поможет. Она всегда приводит только к поражению. Эгоистическая жизнь означает, я хочу быть счастливым. Забудь об этом. Это невозможно в этом мире. Этот мир не соткан для счастья. Он соткан для экзаменов. Поэтому в этом мире человек должен забыть про себя и начать жить так, как положено. Означает служить. Вот эта энергия служения, то есть способность служить или забыть про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что вот эта энергия служения, она недостижима в этом мире. У нас ее нет. Потому что мы внутри имеем природу хватать жить для себя. Вот ребенок маленький рождается. Первое, что он делает? Мы что-то даем? Если пытаешься взять, ну то есть все, мы с этим родились. Понимаете? То есть хватать. У нас есть хватать способность. Девочка маленькая, допустим. Я сейчас лечил, уехал, лечил маленькую девочку, такая симпатичная. Она приходит такая, ну, лечиться ко мне. То есть маленькая девочка, там ей сколько? Четыре годика. И такая она уже так раз. А я знаю, как вас зовут. Вас зовут Олег Геннадьевич. Маленькая девочка совсем. И уже как бы она наслаждается энергией любви. Но так как она маленькая, она все искренне делает, поэтому ее все любит. Вот если бы у нее были тайные желания какие-то, она пришла, такая, я знаю, как вас зовут. Уже взрослая такая. То есть ей желание уже, она знает, зачем она это делает. Та маленькая девочка, она просто как бы, она спонтанна, то есть она просто счастлива от того, что она имеет энергию любви. И она искренне говорит, Олег Геннадьевич, я знаю, как вас зовут. Вот все. Но взрослая девушка, если она приходит на прием, она, я знаю, как вас зовут. Есть цель. Это уже эксплуатация энергией любви. Другая вещь. И она противна по своей правилам. Противна. Я маленькую девочку эту лечил, а эту взрослую, если бы она так пришла, объявил, правил сказал, знаешь, до свидания. Если хочешь лечиться, приходи лечиться. Спасибо. 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 Спасибо.